Приветствую студию в Нью-Йорке Лиза Каймин. Время новостей на RTVI, что произошло в мире за последние часы. Начнем с самого главного коротко. Нападение на церковь во Франции. Ответственность за убийство католического священника взяли на себя боевики ИГИЛ. Крупнейшее массовое убийство в послевоенной Японии. Жертвами нападения на дом инвалидов под Токио стали 19 человек. Аресты в Санкт-Петербурге на несанкционированном митинге против пакета Яровой начались задержания. Переписать историю. Сегодня в Филадельфии Хилари Клинтон будет официально объявлена первой женщиной-кандидатом на пост президента США Демократической партии. Россияне едут в Рио, но не все. От участия в Олимпийских играх отстранены еще 12 грибцов и двое пятиборцев. Исламское государство объявило войну Франции. С таким заявлением после очередного нападения в Пятой Республике выступил президент страны Франсуа Аланд. Жертвой атаки в Нормандии стал 86-летний священник. Еще трое заложников получили ранения. Подробнее о сегодняшней террористической атаке Валерий Кипелов. Солдаты Аллаха ответили на призыв атаковать крестоносцев. Это часть заявлений террористической группировки ИГИЛ по поводу нового теракта на севере Франции. Утром вторника двое вооруженных ножами мужчин вырвались в католическую церковь в городе Сен-Этьен-Дюрю-Врё. В Нормандии во время мессы и с криками «Аллах Акбар» зарезали 86-летнего настоятеля храма Жака Амилю. По словам одного из свидетелей, монахини, террористы говорили по-арабски и снимали происходящее на видео. Террористы взяли четверых человек в заложники. Вскоре к месту событий прибыл спецназ. Оба нападавших были уничтожены, заложники освобождены. Один из них получил тяжелое ранение и находится в больнице в критическом состоянии. Уже через несколько часов в Нормандию прибыл президент Франции Франсуа Ланд. Мы имеем дело с группировкой «Исламское государство», которая объявила нам войну. Мы должны вести эту войну всеми средствами, уважая при этом верховенство закона, которое делает нас демократией. Атака была направлена против католиков, всех католиков, но удар ощутила и вся Франция. Именно поэтому мы должны быть вместе, сплоченными, едиными, чтобы никто не смог победить эти качества. Франция становится целью исламистских радикалов уже не первый раз. Но шок от этого не меньше. Жители Пятой Республики опасаются, что жертвой террориста может стать любой гражданин в любой точке страны. Нет слов, чтобы описать это варварство. Как люди могут так поступать с другими людьми, я не понимаю. И это страшно. Если мы спросим себя, в каком мире мы живем сегодня и что ждет нас завтра, что ждет наших детей, нашей семьи. Все это очень сложно. Как христианин могу сказать, что мы не живем в 17 или 18 веке, когда мы тоже воевали и убивали друг друга. А эти люди пытаются вернуть нас в те времена. Хотят, чтобы мы утратили уважение к чему-либо и снова начали убивать друг друга. Элитные отряды французских правоохранителей оперативно провели рейд в Сен-Этьен-Дюрюврё, в ходе которого был арестован мужчина, подозреваемый в причастности к атаке на католическую церковь. По горячим следам также удалось выяснить, что один из уничтоженных террористов ранее пытался уехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к джихадистам в Сирии. Его остановили на границе с Турцией, вернули на родину, где судили и признали виновным в связях с терроризмом. В марте этого года мужчина вышел на свободу, но ходил с электронным браслетом слежения. Тот факт, что как минимум один из двух исламистов числился в списке даже не подозреваемых в терроризме, а осужденных террористов и спокойно перемещался с холодным оружием, станет серьезным поводом для критики французских властей и правоохранителей в частности. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI Об угрозе новых нападений предупреждают СМИ Германии, где, напомню, за последние 10 дней произошли уже 4 атаки, жертвами которых стали 10 человек. Ответственность по меньшей мере за 2 из них, взрыв в Ансбахе и резню в поезде в Вюртсбурге, взяла на себя группировка «Исламское государство». На территории Европы в настоящее время находятся несколько сотен потенциальных террористов, пишет пресса со ссылкой на источники в полицейской службе ЕС Европоле. Угроза исходит от исламистов, которые воевали в Сирии и Ираке на стороне группировки ИГИЛ, а затем вернулись на Запад. По некоторым данным, за последние годы в лагерях боевиков на Ближнем Востоке из Европы отправились около 5 тысяч человек. 13 человек погибли в результате нападения на базу миротворцев ООН в столице Сомали. Два автомобиля со взрывчаткой взорвались на территории базы, которая расположена возле главного аэропорта Магадишу. Первый террорист пытался проехать сквозь заградительные сооружения. Охранники открыли по нему огонь, но взрывное устройство успело сдетонировать. Второй боевик направил машину в контрольно-пропускной пункт. На данный момент известно, что среди погибших по меньшей мере 9 миротворцев ООН, трое мирных жителей. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка «Аш-Шабаб». В США назвали сегодняшнее нападение в Магадижу трусливой атакой на африканскую страну, которая пытается встать на путь мира и прогресса. Самое кровавое нападение за последние полвека. Так японские власти называют массовую резню в пансионате для инвалидов в городе Сагомэхиро. Неподалеку от Токио убийца пробрался в интернат ночью. При себе у мужчины были несколько ножей и ремни, которыми он привязывал жертв к кровати. 19 человек погибли, 26 получили ранения. После нападения преступник сам явился в полицию. Это оказался бывший сотрудник учреждения. Со словами «это сделал я» он передал правоохранителям сумку с сокровавленными ножами. Давая признательные показания, 26-летний Сатоси Уимацу заявил, что хочет избавить мир от людей с ограниченными возможностями. Причем, как выяснилось, Уимацу предупреждал власти, что готов убивать инвалидов. Пол года назад его поместили в клинику, но выпустили через несколько дней, признав непредставляющим опасности для общества. Был ли ему поставлен какой-либо диагноз о психическом заболевании, неизвестно. В Азербайджане произошел взрыв на оружейном заводе. Ранины более 20 человек. Под завалами могут находиться несколько десятков рабочих. Инцидент произошел в городе Ширвана, в 100 километрах от столицы Баку. По данным Министерства оборонной промышленности Азербайджана, взрыв мог произойти на складе, где хранились боеприпасы, предназначенные для утилизации. Местные жители, проживающие около предприятия, эвакуированы в радиусе двух километров, перекрыты дороги. Причина пожара устанавливается. Владимир Путин и Раджип Тайп Эрдоган встретятся в Санкт-Петербурге. Переговоры президентов России и Турции пройдут в начале августа. Это первая встреча лидеров двух стран после конфликта, разгоревшегося между Москвой и Анкарой из-за сбитого в районе сирийской границы бомбардировщика Су-24. Начать процесс налаживания отношений помогло письмо, написанное Эрдоганом, в котором тот выразил сожаление в связи с инцидентом. В Кремле сочли, что таким образом Турция выполнила одно из требований России и принесла извинения. Впоследствии между президентами состоялся первый телефонный разговор, затем восстановление туристического потока в Турцию. А сегодня официальные лица в России и Турции заговорили о возобновлении переговоров по реализации проекта газопровода «Турецкий поток». За полторы недели до открытия летних Олимпийских игр новые дисквалификации российских спортсменов. По меньшей мере 12 гребцов, выступающих под флагом Российской Федерации, отстранены от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, сторона не будет представлена еще в нескольких спортивных дисциплинах, сообщил глава Российской Федерации гребли. «Корабельщикова отстранена, заменить ее невозможно, и сразу уже 8 человек отстранились. Подшивалов и Баландин отстранены, заменить их невозможно, значит еще как минимум 4 человека. То есть у нас получается 15 человек, то есть у нас мы потеряли восьмерку и, наверное, четверку безрульную. То есть у нас получается 12 человек». Среди дисквалифицированных спортсменов байдарочник Александр Дьяченко, олимпийский чемпион игры в Лондоне, бронзовый призер Олимпиады Алексей Каравашков, чемпион Европы Андрей Крайтер. Сегодня же было объявлено о дисквалификации двоих российских пятиборцев. Британская газета Daily Telegraph утверждает, что в Рио будут соревноваться 40 российских спортсменов. Однако глава Российской Федерации грибного спорта озвучил другую цифру. По самым пессимистичным оценкам 200 человек. Отмечу, что 4 года назад в Лондоне выступали 441 российские спортсмены. Вы смотрите новости на канале РТВА и далее выпуски. Переписать историю. Сегодня в Филадельфии Хилари Клинтон будет официально объявлена первой женщиной-кандидатом на постпрезидент США Демократической партии. Об этом через пару минут. На канале РТВА оставайтесь с нами. Вы смотрите новости на канале РТВА. Сегодня в Филадельфии будет написана новая глава в истории Соединенных Штатов. Впервые за 240 лет существования страны на пост главы государства от крупной партии будет выдвинута женщина. Хилари Клинтон назовут официальным кандидатом на должность президента США Демократов. Первый же день съезда, по общему признанию, запомнился яркими выступлениями первой леди Мишели Обамы и бывшего соперника Клинтон Берни Сандерса. Вечером в Филадельфии ожидают появление 42-го президента США и, возможно, первого джентльмена в Белом доме Билла Клинтона. За ходом предвыборного съезда демократов следит мой коллега Евгений Маслов. Съезд американских демократов проходит под лозунгом «Не допустить президентству Дональда Трампа». Это, безусловно, ритмотив большинства речей. Мишель Обама в этом смысле на форуме стала звездой. Ее эмоциональное выступление в поддержку Хилари Клинтон американская пресса расхватала на цитаты. Обама раскритиковала Дональда Трампа за язык ненависти, на котором говорит кандидат-республиканец, и ответила на его высказывание о том, что Америке нужно вернуть былую славу. Не позволяйте никому говорить о том, что наша страна невеликая, что нам зачем-то нужно снова делать ее великой, потому что сейчас, в этот самый момент, это величайшая страна на свете. Каждое утро я просыпаюсь в доме, построенном рабами. Я смотрю, как мои дочери, две красивые, умные, чернокожие девушки, играют с собакой на лужайке Белого дома. Благодаря Хилари Клинтон, моей дочери и все наши сыновья и дочери теперь принимают как должное тот факт, что женщина может стать президентом США. Сторонники Берни Сандерса на съезде, как и ожидалось, проявили себя. Выйдя на сцену, бывший кандидат президента поддержал Хилари Клинтон. Это заявление часть зала встретила неодобрительным гулом. Но Сандерс дал четко понять, что задача для демократов номер один – это победить на выборах Трампа. Он не стал комментировать разразившийся перед началом съезда скандал с имейлами. Демократическая партия извинилась перед Берни Сандерсом после скандала с утечкой в прессу переписки руководства демократов. Но эта тема – одна из самых главных и обсуждаемых и на второй день съезда. Из переписки партийного руководства следовало, что в ходе Праймерис поддержка оказывалась явно в пользу Хилари Клинтон. Но несмотря на скандальные подробности внутри партийной жизни, предвыборный съезд демократов проходит под лозунгами «Давайте объединяться ради общих целей». Об этом говорят ораторы с трибуны и участники партийного съезда. Я надеюсь, что этот съезд станет объединяющим для нашей партии, и мы будем работать вместе с тем, чтобы Хилари Клинтон оказалась в Белом доме в ноябре. У меня есть дочка, и я хочу для нее такого президента, при котором у нее будет светлое будущее. Мы все должны поддержать Хилари. Она – наш следующий президент. Я думаю, Хилари будет замечательной на этом посту. Не могу дождаться, когда официально примут номинацию, на сцену полетят шары, и мы, как единая партия, пойдем дальше. Мы надеемся показать то, как мы отличаемся от республиканцев. Этот контраст на съездах очень заметен. Мы – партия, работающая для Америки. Республиканская партия, похоже, только для Дональда Трампа. Демократическая партия США утвердила партийную платформу. В программе говорится о планах бороться за права ЛГБТ-сообщества, борьбе с изменением климата, а также мерах по увеличению числа рабочих мест США. Упоминается в ней и Россия. Демократы намерены сдерживать ее агрессию, но сотрудничать с ней в таких вопросах, как борьба с терроризмом. Самым ожидаемым оратором на второй день съезда должен стать бывший президент США Билл Клинтон. Сегодня же демократы начнут голосование за выдвижение кандидатуры Хилари Клинтон в президенты. Теперь официально. Евгений Маслов, Анна Сатиани, Александр Бабаев, телекомпания РТВА, Филадельфия. Несколько человек были задержаны на несогласованной акции против так называемого пакета Яровой в российском Санкт-Петербурге. Законопроект, разработанный в том числе депутатом Ириной Яровой, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить содержание переписки и звонков пользователей. Официально этот пакет поправок называется антитеррористическим, однако правозащитники считают его официальным прикрытием тотальной слежки государства за гражданами. Закон, напомню, уже был подписан президентом Путиным на митинге против пакета Яровой в Санкт-Петербурге. Сейчас находится наш коллега, журналист Юрий Баранюк. Он выходит на связь с Нью-Йорком. Юрий, вам слово. Здравствуйте, Нью-Йорк. Уже можно подвести предварительные итоги народного митинга против антитеррористических поправок. На несанкционированную акцию пришли около 50 человек, в отличие от своих московских единомышленников. В столице решили митинг перенести предварительно на 9 августа. И вот в Петербурге несколько активистов уже задержаны. Отмечу, без применения физической силы. Остальные не стали конфликтовать с властью, но все-таки сумели выразить свой протест. Некоторые из молодых людей надели себе на голову символические пакеты с портретом Ирины Яровой. Именно она, депутат Яровая, знаменитая своими суровыми законодательными инициативами, предложила внести крайне спорные ограничения. Кто-то просто стоял так в толпе, другие даже дефилировали на велосипедах в этом наряде. Но в машину полиции попали как раз не они. Первой задержали активистку-одиночку. Она представилась как Ольга Смирнова. Женщина пыталась рассказать о некоторых положениях закона, подписанного 7 июля. Предлагаю послушать фрагмент ее выступления. Я не знаю, как вот у нее хватило мудрости до этого додуматься. Конечно, не у нее одно. И, конечно, я понимаю, что ей помогали. Конечно, я понимаю, что там есть, там много, я думаю, кто участвовал. Ей просто доверили честь представить вот эти полезнейшие для российского государственности поправки. Вот посмотрите, теперь, если кто-то там думает поговорить о Боге у себя дома, так вот не надо. Это должно быть зарегистрированное место. Дом теперь у вас не место для проповеди. Вообще сейчас понимание свободы и совести совсем другое. Напомню, эту женщину задержали. Первой справедливости ради надо отметить, что на Большую морскую улицу пришли и противники протеста. Их легко отличить по оранжево-черной символике. Георгийские ленты с некоторых пор в России вызывают прямую ассоциацию с прокремлевскими движениями и политическими силами. У тех, кто поддерживает деятельность власти, есть, кстати, встречные законодательные инициативы. Мы патриоты Родины, поддерживаем курс Путина на суверенитет страны. Считаем, что страна находится под внешним управлением. И более того, считаем, что находясь под этим внешним управлением, мы нормально и хорошо жить не будем никогда. Поэтому эту ситуацию надо менять. Надо провести референдум по изменению статей Конституции, которая закрепляет наш колониальный статус. Там их целый ряд. Например, приоритет международного права над нашим и тригосударственным прописан в 15-й статье в 4-м пункте. Добавлю, положение пакета Яровой в действии граждане, скорее всего, скоро почувствуют на себе, в том числе на своих кошельках. Специалисты прогнозируют подорожание услуг связи. В России предстоит построить сеть специальных хранилищ данных. Нью-Йорк. Спасибо, Юрий Баранюк из Санкт-Петербурга. Напомню, пакет Яровой неоднократно критиковали не только за потенциальное нарушение прав и свобод граждан, но и за экономическую составляющую. Так, операторы связи заявили, что для реализации требований нормативного акта им потребуется инвестировать в оборудование около 30 миллионов долларов. И в результате несколько лет они не смогут платить налог на прибыль. Сама Ирина Яровая, отвечая на критику, предпочла прокомментировать только эту часть претензий. Она обвинила мобильных операторов в спекуляции. В Армении новое столкновение между стражами порядка и членами вооруженной группы, которая десятые сутки удерживает здание патрульно-постовой службы полиции. Минувшей ночью захватчики сожгли полицейские автобусы и два автомобиля. Затем они попытались прорваться через оцепление на полицейской машине. Произошла перестрелка, в ходе которой двое членов группировки получили ранения. Они успели вернуться на территорию участка, но им потребовалась срочная медицинская помощь. В итоге двое захватчиков были госпитализированы. Сегодня же им были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Им грозит от трех до шести лет лишения свободы. Напомню, 17 июля группа вооруженных лиц захватила здание патрульно-постовой службы в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом одного из лидеров оппозиции, Жирайра Сифеляна. При захвате здания был убит полковник полиции. Еще четверо стражей порядка получили ранения. Накануне вечером сторонники радикальной оппозиционной партии «Новая Армения» вновь организовали акцию протеста у захваченного участка. В поддержку захватчиков вышли сотни человек. «Наш товарищ Жирайр Сифелян сейчас находится в полной изоляции. Ему ничего не сообщают в тюрьме. Нашими действиями здесь мы должны усилить давление на власть, чтобы вывести Жирайр из заточения и сделать его участником наших переговоров. Требования остаются неизменными. Освобождение всех политзаключенных и отставка президента Армении». И еще есть события вторника, 26 июля. В Калифорнии 20 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров. Огнем охвачены более 150 квадратных километров. В настоящее время спасатели пытаются потушить пожар, который бушует неподалеку от Лос-Анджелеса. По данным экспертов, лес горит из-за рекордной жары, а сильный ветер осложняет работу спасателей. Полиция при этом не исключает версию поджога. В Бразилии похищена теща президента Формулы-1 Берни Экклстоуна. А Парисида Шунг исчезла из своего дома в Сан-Паулу в пятницу вечером. Похитители требуют за нее 36,5 миллионов долларов. Шунг – мать второй жены 85-летнего президента Формулы-1, 38-летней Фабианы Флози. Состояние самого Экклстоуна оценивается в 3 миллиарда долларов. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил первое в истории кругосветное путешествие. Он приземлился в Абу-Даби, откуда вылетел год назад. За это время он преодолел более 40 тысяч километров, останавливаясь в разных городах. На разработку технологии Solar Impulse у швейцарского аэронавтора Бертрана Пикаро ушло 17 лет. Это все новости к этому часу. В итоге информационного дня в следующем выпуске новостей на канале РТВ в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире «Особое мнение».